НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЫЙТИ, НЕ НАПИСАВ ГГ НУБС Приветствую вас, друзья. Механайз здесь. Сегодня у нас в меню игра 2 на 2. Некроны Механайз. Анлиш зе пауа. Имперская гвардия. Карта Лиса Януса. Против нас Липа и Ямайка. Липа Тау, Ямайка Тёмный Эльдар. Первую игру мы им с треском провалили. У нас были другие расы и другая карта. Но сейчас мы стали играть серьёзней. Я отправляю своего скоробия сразу же на разведку и декап постов. Какая удача. У меня здесь Тау. Буду декапить ему точки. Имперская гвардия делает штаб у меня на базе. Это отличная тактика для защиты генераторов и защиты моей нижней точки. Сейчас будет декап. Нижняя позиция, где 4 точки, она подвергается нападениям. Её очень часто рашат позиция справа и позиция слева. Так как позиция сверху находится чуть-чуть в стороне, этот игрок не всегда успевает прийти на помощь игроку на позиции внизу. И поэтому имперская гвардия грамотно бросает штаб, чтобы оттуда же вышел свой командир. И войска, посаженные внутрь, вели огонь. Тау выбирает тактику «Войны огня» и «Веспиды». Я же с твоими скоробьями объезжаю опасную зону и возвращаюсь на декап точки. КС уже отогнал «Войнов огня», но «Веспиды» прилетают на помощь к «Ксу». Гвардец берет точки, я летаю и создаю проблемы, и заставляю отступить Тау к себе назад. Я мешаю ему атаковать мои постройки и оттаскиваю ему назад, угрожая снимать точки. Тёмный Эльдар делает два героя БО – Архонга, Мункул и Вары. Тау демонстрирует нам «Войны огня», «Веспиды». И, возможно, ещё «Войны огня», позже «Така». Смотрю глазами Тау, Липа. Прекрасный игрок. Тёмный Эльдар уже здесь, две пачки Вариоров, и уже мешают мне брать точки. Погибает, забывается стелс. Не может мигрить в двух местах Липа, «Веспиды» здесь, «Стелс» и здесь. Два «Война огня», но здесь имперская гвардия комиссар. Ещё мои НВшки, я их реенфоршу, и здесь появляется КС. Оставшись в одиночестве, Тёмный Эльдар ничего не может сделать с этой армией. Имперская гвардия очень сильна. Здесь «Веспиды» пытаются ломать и гадить точки, но Раф залез в здание и уже прекрасно защищён. Ведёт огонь по «Веспидам». Объединяют свои силы Тёмный Эльдар и Тау. Здесь Тёмный Эльдар Мандрагоры не удаётся ничего сделать, я беру точки. И здесь я уже декаплю, захватываю точку у Липы. Липа остаётся на двух с половиной точках. Успеваю набросить. Две пачки «Вариоров». Пачка «Войнов огня». «Веспиды» пытаются летать и гадить, но уже точка Грейджина. Интересно, сломает он ген или нет. Получают урон. Тёмный Эльдар. «Вариоры» очень слабы. ТК. И ген будет сломан. Ген у Имперской Гвардии сломан. Я продвигаюсь с точки, у меня СНЛ. Получают урон. Как и «Войны огня», так и «Вариоры». Очень сильный дамаг получают. Точка захвачена. Можно продвигаться к этому обелиску. Что мы и делаем. Продвигаемся к обелиску. Делаю грейд на удар. Укреплённый обелиск. Чтобы бить по войскам. Потому что противники будут пытаться сломать этот обелиск. Забрать его себе. Ведут огонь. «Веспиды» погибают. Отстреливают. Теряется раб. «Реликт Тёмный Эльдар» взял. «Веспиды» пытаются залететь ко мне на базу. Удар. Есть. Удар на обелиске. Ломает обелиск «Некрону», но он ничего не значит для «Некрона». Я даже и не заметил этого момента. «Войны огня» немножко в растерянности. Они пытаются вроде атаковать, но... «Некронов» очень много и они сильны. Возвращаются в «Веспиды». Пытаются ломать обелиск, но их здесь встречает. Встречает или нет? Удар уже был. Удар был по ФВ. «Солар». «Войны огня» ослеплены и не могут стрелять. Здесь мои НВшки отгоняют «Тёмного Эльдара» при поддержке «Имперской гвардии». 60 прирост у меня. 74-20 прирост у «Имперской гвардии». 68-10 прирост у «Тёмного Эльдара». И 68-10 прирост у «Тау». Накапливают огневую мощь «Тёмный Эльдар» и «Тау» накапливают. Их становится всё больше. Вот уже 3 пачки ФВ. Их много. И «Имперская гвардия» получает урон. «Имперская гвардия» отступает ко мне. Здесь забываются «Веспиды» и... Не улетают. Потеря «Веспида». Отлично. Делаю «Грейт» на удар здесь. «Тёмный Эльдар» отгоняет «Имперскую гвардию». Но «Имперская гвардия» садится и мои некроны портуются. Начинают наносить урон по «Тёмному Эльдару». Хоть какой-никакой, но урон был нанесён. Достраивается турель. Явно в стеснённой ситуации находится сейчас Тау. У неё всего лишь 3 точки. И «Реликт» уже под большим вопросом. Объединяют свои силы Тау и «Тёмный Эльдар». Варьёры. Подслеповатая Тау ничего не видит. Их можно взять здесь прекрасно врасплох. Я грейжу своих НВшек и направляюсь к Тау. Зачем мне идти к ним в тыл армии? Я продолжаю сдвигаться к ним на базу к Тау. Ломать генераторы, ломать казарму. Всё ещё прирост плюс 60. Возвращается Тёмный Эльдар, возвращается Тау. Совершенно не микрюэдами с корабеями. Прихожу, грейжиная война некронов, НЛ и начинаю ломать казарму у Таушника. Погибают с корабей, 3 пасть и удар по этим ФВшкам. 4 модельки получили урон. Тут же я прыгаю лордом и бросаю Солар. Тау выведен из строя. Выведен из строя и дар. А НВшки проходят и ломают здание. Пытаются уйти из зоны ослепления Тау и Вариоры. Вариоры очень быстро бегают, пытаются уйти. Но здесь уже имперская гвардия и она поддерживает меня. Имперская гвардия Т2. Я строю ещё турель. Возвращаюсь своими НВшками и просто прохожу их атак мувом. Просто подвигаюсь на атак муве. Эта армия уже снесёт в ближнем бою армию Тёмного Эльдара. Архон приходит, но поздно. Архон должен был быть вместо второй пачки. Второй пачки Вариора. Ещё удар по Тау. Наконец-то им, по-моему, удастся сломать обелиск. Но Тёмный Эльдар получил страшенный урон. Я прыгаю фазовым сдвигом и лордом и защищаю обелиск. Имперская гвардия копит силы. РАП Т2 Я двигаюсь и наношу урон. Возвращаюсь к моему обелиску. Слишком большой урон. Три пачки Войнов Огня плюс ТК. Я немножко отступаю. Отступает и Имперская гвардия. Заказывается тяжёлый вооружённый взвод. У меня прирост плюс 70. Ещё НВ. 80-30 прирост Имперская гвардия. 80-20 прирост Тёмный Эльдар. И 68-10 прирост Утау. Снова ослепление и снова невозможно стрелять. Ещё удар по Войнам Огня. Получают урон. Получают урон противники. Но они не сдаются. Они продолжают давить. У них есть большая армия. Но и у нас, в принципе, армия не меньше. При поддержке такого сильного юнита, как Лорд Микронов. С его способностями... Способности тянуть время. А вот и первый тяжёлый вооружённый взвод. Блокирует весь выход с базы. Имперская гвардия использует расстрел. Но комиссар получает урон. Отлично стреливает тяжёлый вооружённый взвод. Я нажимаю Т2. Заканчивает постройку Т2 Тау. Но уже не та позиция, чтобы продолжать играть. Уже не та. Первая Химера. Пусть она и получит большой урон. Но Химера из Химера. Ещё тяж. Нет, тот же самый. Тот же самый. И я иду в решающее наступление своими Войнами Некронов. Ослепление. Снова ослеплены противники. 62-10. Будет снят сейчас Атликта. Ещё Химера. Что можно сделать здесь? Тау. Ничего. Прыгает стелс, но явно он попал не туда. Два тяжёлого вооружённого взвода. Заблудившиеся Войны Огня погибают. Липа выходит из игры. А следом выходит из игры и Тёмный Эльдар делитит свои здания. Первую игру мы проиграли не совсем с треском. На панрейских низинах. У Липы и Ямайки были те же самые расы. Тау и Тёмный Эльдар. Анлиш Зе Пауа взял себе Хаоса. Я взял себе Эльдара. У нас были неплохие шансы. В какой-то момент мы получили небольшое преимущество. И смогли отогнать и оттеснить их к своим базам. Но всё-таки какие-то ошибки мы допустили. И мы слили ту игру. В этой игре мы взяли другие расы. У нас был Некрон. У нас была Имперская Гвардия. Это, наверное, лучшая раса, за которую мы могли бы сыграть против Тау и Тёмного Эльдара. И мы сыграли достойно. Были напряжённые моменты. И любая ошибка могла закончиться. Такая вышла игра, друзья. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь со мной. Какие идеи у вас есть по поводу этого матчапа? Какие расы можно было бы взять против Тау и Тёмного Эльдара в команде? Предлагайте, советуйте. До скорой встречи. Пока.